Я говорила о том, что если не оценивать эффективность компании, смысла в компании нет. Эффективность – показатель того, смогли ли вы достигнуть поставленной цели. Есть, соответственно, показатели достижения цели и методы. Так вот, 408 астрономических вопросов было задано звездочёту в течение недели в процессе общения с детьми, родителями и учителями. Соответственно, количество вопросов – это показатель интереса. Мета – это подсчёт. Понятно? Дальше. 33 семьи дали письменное согласие на участие ребёнка в конкурсе. Тем самым мы доказываем охват целевой аудитории. Дальше. 268 родителей по результатам опроса приняли участие в создании творческих работ. У каждого человека свои звёзды, если бы у меня был телескоп. Действительно принимали, потому что одно из сочинений было написано очень грамотно с точки зрения маркетинга. Мы сразу поняли, что, видимо, папа или мама работают в этой индустрии. В общей сложности на конкурс поступило 326 работ. 305 семей, 22 учителя, 305 семей имеют в дом и рекламу телескопов МИД. Сейчас объясню, что это такое. Идея была следующая. Ребёнка наряжали в костюм звездочёта, давали в руки телескоп, фотографировали, делали, соответственно, подложку, космическую тематику и подпись «Вперёд во Вселенную, с телескопа МИД». Здесь были накладки, потому что, ну, фотоаппарат там мы нашли, да, фотобумагу мы купили. А нас шпилировало всё печатать. И мы опять обратились в оргкомитет за принтером. Нам дали принтер. Мы даже удивились, что нам его дали. Когда настало время печатать эти фотографии, выяснилось, что принтер сломанный нам дали. Вот, поэтому ребята делали это всё самостоятельно. Значит, в чём... Вот у любого проекта должна быть фишка. В чём фишка данного проекта? Первое. В этом проекте завуалирована коммерческая цель. Её нет. У этого проекта социальный уклон. Но этот проект, имея социальный уклон, реализует коммерческую цель. Дальше. Данный проект открывает перспективу развития детской ниши. Вот этот самый результат в расширении целевой аудитории. Следующее. Акция по продвижению телескопа может быть органично интегрирована в учебный процесс. Соответственно, данная акция, данная компания представляет собой универсальный алгоритм, который можно реализовывать во всех школах Российской Федерации. Причём данная компания, она не подразумевает каких-то значительных затрат. Купить призы детям, это не так много по сравнению с тем результатом, который может быть. Скажите, пожалуйста, если вы хотите оценить влияние данного проекта на продажу телескопов, как это можно очень просто сделать. Опрос. Опрос кого? В школе. Прийти в эти классы и сказать, дети, поднимите руки, у кого появился телескоп. Первый вариант. Легко и просто. И второй вариант. В магазине. В магазине, да, при покупке опросы, откуда вы узнали о нашем телескопе. И один из вариантов ответов будет, да, информация о данной акции. Вот. Значит, когда они начинали делать этот проект, в них вообще никто не верил. И все говорили, что вы о себе возомнили, там участвуют старшие курсы, там такие вузы, и ничего вы никогда не выиграете. Это пример того, что когда человек искренне верит в то, что он делает, всегда будет результат. Я им тогда сказала, что, я говорю, я не знаю, какое место вы займете, но вы займете в призовое место, и если нет, тогда опять я ничего не понимаю. Вот. Они заняли третье место. И, значит, было приятно, что представитель корпорации «Пинтар» сказал, что «Дэн» это единственная команда, которая представила готовый практический проект. Что я не смогла промочать, сказала, почему третий месяц. Единственная команда, которая представила практический проект. Мы получили приз и удалились. В каком-то клубе отмечалась вся эта церемония награждения, мы получили приз, и дали диплом, и они получили деньги. Потом, и они, слава богу, этой денежной премией покрыли большую часть своих затрат. Большую часть своих затрат. Вот. Все права на этот проект перешли корпорации «Пинтар». Мы слышали о том, что пытались они реализовать данный проект, но почему-то весной. И смысл весь теряется, потому что это новогодний подарок, да, идея. Вот. Что-то у них как-то не получилось. Хотя, вот я говорю, этот проект – некий универсальный алгоритм. Вот это вот. Ну, что сами-то скажут о проекте. А кто занял первое место? Не помню, но первое место заняла команда из региона. А вот первый проект у нас готовили... Месяк. Они учились у меня на втором курсе. На втором курсе потом мы сделали еще один проект, очень глобальный для Почты России. Но я это вам буду рассказывать в следующем семестре, когда у вас уже будет много какой-то информации в голове, чтобы вам было легче воспринять. Мы с ним заняли второе место. Ну, первое место в таких конкурсах, ребят, надо лоббировать. Я принципиально этого делать не стала, потому что, ну, ну, это неправильно. Я считала, что вот проект, который я буду вам рассказывать, он однозначно был бы стоен первого места. Вот. Он был еще такой глобальный, сложный, но тем не менее. Во всероссийских конкурсах, я считаю, это правильно первое место давать региону. Потому что, когда участвуют сто команд, и, например, да, места будут распределяться Москва, 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 то возникает вопрос всероссийского конкурса. Но вот когда второй раз мы участвовали, жюри тогда сказала, мы ничего не могли сделать, Москва представлена очень сильно. Первое место в Москве дали, второе место в Москве. Это же, я говорю, не потому что, но просто вот так вот. Поэтому, ну, вот здесь было столько, сто участников зарегистрировано. Я считаю, третье место для второго курса из ста команд. Вот. Вот девочка, автор, Маша, фамилия у нее такая, косяк, не знаю. Вот. Она уже закончила наш мусс, она работает. Я всегда говорю, это тот случай, когда учитель превзошел учитель. Потому что, ну, и это приятно. Поэтому вот так вот. Я надеюсь, что после этого проекта у вас как-то в голове немножко структура выстроилась, да? Как проводится пиар-компания. Выстроилась? Да. Все понятно. Вопросы по этой кампании есть? Теперь мы идем на перемену, а потом семинар. Продолжение следует...